Последний небольшой пригорок, Клэба совсем близко от Большунова с Голбергом. Мы наблюдаем настоящее мессиво Фалуния и все решит финишная прямая. Всем привет! Сегодня в выпуске разберем мужской мост-старт на 15 километров классическим стилем передвижения. Старт гонки и спортсмены выбегают из стартового городка на дистанцию. В голове пилотона в основном видны российские комбезы, возглавляемые Александром Большуновым, что бежит в желтой майке лидера общего зачета. Наверное уже мало у кого остались сомнения, что Александр пробежит в желтой майке весь остаток сезона. Более 80 спортсменов принимают участие в данной гонке. И конечно в такой многочисленной группе не обошлось без поломок палок. 30 номер гонки. Швейцарец Йонас Бауман поднимает вверх сломанную палку с просьбой ее заменить. И к Бауману сразу подбегает тренер с новой палкой. И швейцарец проводит замену сломанного инвентаря. А на первой отсечке километр 800 метров отмечается с первым временем норвежец Пол Голберг. Большунов второй, Якимушкин третий. Клэба на четвертой позиции. Уже даже к этому отрезку наблюдается расслоение общего пилотона. Около 30 лыжников проигрывают лидеру более 20 секунд. В их числе, к сожалению, есть и один российский спортсмен Андрей Ларьков. Но надеемся, что Ларьков сможет подтянуться к основной группе. Также ожидаем от этой гонки, что норвежцы раз за разом будут дергать Большунова и пробовать совершать попытки уйти в отрыв. Но, конечно, в классике Большунов наиболее силен. И это, возможно, станет проблемой для командной тактики норвежцев. Не все же время Большунов будет падать. Отрезок 3.9. Большунов первый. Справа от него швед Калли Хальварсон все же после отсечки обгоняет российского лидера. Общий пилотон, а именно 50 лыжников, умещаются в 12 секундах друг от друга. А значит, более прорядить группу не удалось. Ларьков еще больше отстал. Плюс 52 секунды и 65 место. Тяжеловато начинается гонка для Андрея. Отрезок 5.8, который является бонусным. Здесь Ива Нисканен, благодаря небольшой протяжке, забирает для себя максимальные 15 очков. На втором месте Большунов и это 12 баллов. Якимушкину достаются 10 очков. Порошкин, что является неплохим классистом, заработал на этой отсечке 8 очков. Всего в этой гонке 2 бонусные отсечки. Напомню, что за победу здесь лыжник получает 100 баллов. Но за счет бонусных очков его итоговая сумма может быть больше. Не сложно подсчитать, что если победивший спортсмен и на бонусных отсечках отметится с первым временем, то по итогу он из этой гонки может вынести 130 баллов. К этому моменту гонки Александр Большунов также считается лидером по бонусным очкам. У него их уже за весь сезон 185. На отрезке 6 километров 800 метров Ива Нисканин продолжает работать на первом месте. За ним большая группа из российских спортсменов. Норвежцы пока немного ушли в тень. На девятом километре прямо перед отсечкой 8,9 на спуске в самой голове группы происходит завал. Британец Эндрю Масгрейв, подрабатывая правой лыжей для входа в поворот, цепляет этим движением лыжи Большунова. И оба падают на трассу. Также за них цепляются еще несколько лыжников. Кто-то падает тут же, а кто-то и вовсе с трассы вылетает. В частности вот так вылетел Ханс Кристер Холланд. Илья Порошкин также стал жертвой этого инцидента. В итоге к отсечке 8,9 Большунов оказался позади многочисленной группы на 38 позиции с отставанием в 9 секунд. Большунову невероятно повезло, что его падение обошлось без поломки инвентаря. Иначе отставание бы выросло уже до совсем неприличных секунд. Но это падение стало не единственным. Через несколько сот метров, не справившись с поворотом, британец Эндрю Янг вылетел за пределы трассы, протаранив рекламные заграждения. Также в этом падении пострадал норвежец Эрик Валнес. Англичанину оказывают первую помощь. Впоследствии он был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом бедра. Но рентген показал, что перелома нет. Но все же Янг получил сильный ушиб. Да, середина гонки выдалась драматичной. А вот Ханс Кристер Холлунд после 10-го километра снимается с дистанции. Это он прокомментировал следующим образом. Что думает о предстоящем чемпионате мира. И поэтому не хочет получить травму перед главным стартом сезона. От норвежцев такое услышать неудивительно. Они очень трепетно относятся к возможным рискам. Боязнь коронавируса и теперь падений это ярко демонстрирует. Ну а в гонке в головную часть группы возвращается Александр Большинов. Этот спортсмен уж точно ничего не боится. Привык Большинов уже к падениям. Его вряд ли этим можно напугать. И к бонусной отсечке, которая находится на 11-м километре, максимальные очки забирает Иван Якимушкин. Голберг 2-й, а Большинов 3-й. Семиков, Мальцев и Спецов находятся в первой десятке. Порошкин Илья 12-й. Сергей Устюгов 20-й. После 13-го километра двужильный Александр Большинов резко увеличивает темп. Похоже норвежцы сегодня атаковать не намерены. Но зато россиянин вполне готов для этого. Цепляется за ним Голберг. С небольшим просветом на третьей позиции бежит Артем Мальцев. И вот все же прилично отъезжают от основного пилотона Большинов с Голберга. Продолжает идти на полную катушку российский лидер. Голберг по-прежнему удерживается за Александром. Смотрим отрыв от остальной группы. Йоханес Клэба теперь в роли догоняющего. Плюс 5 секунд. Явно прозевал он атаку россиянина. Де Фабиани 4-й и Версон 5-й. Мальцев 6-й. Рет из Семиковым делит седьмую позицию. Меньше километра до финиша. Старается Клэба потянуться к беглецам. Настоящая заруба в гору. Все же удается норвежцу за счет этого подъема немного сократить и разрыв от лидеров. На длинном выкате видно, что Клэба отделился от группы. Последний небольшой пригорок. Клэба совсем близко от Большунова с Голбергом. Мы наблюдаем настоящее месиво в фалуне. И все решит финишная прямая. Не получается у Голберга максимально подойти к Большунову. Он меняет лыжню. Клэба мощно спортует и почти уже поравнялся с Голбергом. Но вот и подоспела финишная черта. Александр Большунов уверенно побеждает в фаунском мастарте. Биты норвежцы. Снова он упал, поднялся и победил. Йоханес Клэба в разножке вырвал все же второе место у Голберга. Плоу Голберг становится только третьим. А позади финиширует на четвертой позиции Эмил Иверсон. Пятым становится Шур Рёте. Шестой итальянец Де Фабиани. А на седьмой позиции неплохо прошедший финишный отрезок Сергей Устюгов. Разгоняется Сергей. Уже залетает в десятку. Семиков в восьмой, Якимушкин девятый. Денис Спецов закончил гонку на двенадцатой позиции. Артём Мальцев все же заключительный километр прошел слабенько. И это семнадцатое место. Илья Порошкин двадцать шестой. И совсем не получилась гонка у Андрея Ларькова. Плюс минута сорок семь секунд. И пятьдесят вторая позиция. Не так уж и легко далась победа Александру Большунову. Но от этого вдвойне приятно. Ведь удалось после падения сразу вернуться в гонку и победить. Всех поздравляю с победой. И пожалуй на этой радостной ноте и закончим выпуск. Оценивайте и пишите ваши мысли в комментариях. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова